Здравствуйте, уважаемые партнеры компании eMarkets. По традиции для вас я сделаю анализ некоторых инструментов Forex. Также посмотрим золото, также посмотрим цифровое золото, вами любимый биткоин. Еврюга падает на фоне новостей. Этот инструмент в последнее время крайне сложно подчинять техническому анализу. Все-таки там действуют фундаментальные параметры, и это, что называется, неудивительно. Не удивлюсь, если и наш анализ и на этой неделе окажется провальным. На данный момент продолжается сильное падение до лоя на уровне 1.08.945. Думаю, следующая неделя окажется ключевой для данного инструмента, и она покажет все-таки, куда мы пойдем. Пойдем теперь к канадцу. Неплохо отработал наш бычий сценарий. Дошли до наших целей просто прекрасно, но, как и было обещано, потихонечку стали замедляться и ушли в некий флет. Говорить о развороте можно при пробое уровня 1.32.669. Однако здесь важно дождаться прямо такого хорошего, серьезного импульса, поскольку внизу засел крупный какой-то покупатель, и об этом свидетельствует объем с хвостами свечей и объемы на кластерах. По этой причине, если рассматриваете продажу, продавайте очень-очень осторожно. Ближайшая цель продажи 1.31411. Думаю, стопов, флангистов, конечно же, хватит с головой, чтобы заработать на этом движении. Говорить о покупке, к сожалению, пока нельзя. Только если пробьем уровень 1.333.82, имейте в виду, что мы находимся на максимальных точках, мы находимся на хаях, и это нужно учитывать. Перейдем теперь к иене. Наши опасения касаемо развода на стопы немного не оправдались, и слава, что называется, богу. Четко ушли от низа флета, как и планировалось, дошли до верхов. Запас хода и запас движения вверх все еще имеется, имейте это в виду. Поэтому, если у вас сейчас открытые покупки по данному инструменту, не спешите их крыть, а присмотритесь, что рынок будет делать. Сейчас выстреливает объем, и появляются хвосты у свечей. Конечно же, это признак дальнейшего движения вверх. Но имейте в виду, запас хода есть только до уровня 110.292. Дальше нужно делать новый анализ, и там уже возрастает вероятность разворота. Имейте это в виду, поэтому покупайте, но покупайте очень осторожно, если вы находитесь не в позициях. Торгуемся пока в рамках вот этого большого трендового канала. Очень красиво. Австралиец, что у нас там по кенгуру? Опять же, как и планировалось, рынок ушел в коррекцию. Но не обольщайтесь, не обольщайтесь. Несмотря на то, что рынок находится в коррекции, помните, что мы по-прежнему находимся на минимальных точках. И мы находимся на лаях. Посему дайте инструменту опять-таки немного свободы, пусть он немножко поддержит. Вообще, эта неделя достаточно такая, свободно у нас намечается, когда мы даем рынку немножечко пожить своей жизнью. Конечно же, поскольку находимся на минималках, старайтесь найти остановку, замедление, накопление. И с последующим некоторым разворотом наверх до уровня 0.675.00 и 0.684.00. Продавать, как вы понимаете, уже поздно находимся на минимальных точках. Реальное золото. А золото, разумеется, боже, почему я не удивлен, пошло против нашего анализа и вполне вероятно выбило вас по стопу. Но после этого произошел определенный разворот. Ну, в общем, классика жанра. Все же, бычий сценарий в рынке у нас до сих пор остается. Говорить о продажах можно только при пробое уровня 1549. Сейчас ожидаю коррекции с бычим сценарием. Если пробьем уровень 1545, можем двинуться ниже. Это область продаж. Но пробой должен все-таки быть волатильным. Пока следим за данным инструментом. Работаем в нем очень-очень осторожно. Биткоин. Очень близко подошли до наших целей. Это уровень 10 тысяч. Надеюсь, вы смогли купить, по моим рекомендациям, данный инструмент на 9 тысячах, на 9200. И практически сейчас мы дошли до 10 тысячах. Но меня немного смущает угол атаки. И также появляются хвосты и появляются микрофлеты. Будьте осторожны, дамы и господа. Практически подошли к нашим целям. Поэтому прикройте часть позиций, если вы уже в позициях. И постарайтесь все-таки не покупать данный инструмент вот так слепой. Ждите небольшой коррекции. Тогда, может быть, да, можно купить по данному инструменту. Однако, очень общий бычий сценарий все равно остается. Вопрос только в некой коррекции. Будет ли эта коррекция? И до каких величин эта коррекция будет? Ну, во всяком случае, если рынок дойдет до уровня 9109 и пробьет данный уровень, тогда мы будем иметь уже негативный сценарий и разворота по биткоину. Пока что мы имеем бычий сценарий. Ну, на этом можно остановиться. Спасибо за просмотр. Переходите на мой канал. Ссылку найдете в описании. И там вы сможете встретить анализ других инструментов, в том числе на рынке Форекс. Удачи вам! Зарабатывайте! Счастливо! До следующей недели!